МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» в середине 2015 года временно утратила актуальность. Именно в этот период бизнесмены, ученые, руководители регионов и государств, а также обычные туристы стремятся в финансово-экономическую столицу Италии – город Милан. Здесь проходит самая масштабная в мире универсальная выставка «Экспо-2015». На фоне глобальных свершений человечества, освоения космоса и запуска Большого Андронного коллайдера, создания виртуальной компьютерной реальности, развития информационных и нанотехнологий главная тема всемирной итальянской выставки выглядит чрезвычайно гуманной, близкой и понятной каждому человеку. В самом деле, когда в мире голодает каждый 12-й, что может быть более важным, чем накормить планету? Именно таков лозунг «Экспо-2015». Представьте себе скатерть-самобранку площадью 200 гектаров, а ведь именно столько занимают павильоны 140 стран-участниц. Не последнее место тут отведено Яством Беларуси. Национальный павильон Республики Беларусь в среднем посещает в день до 3800 человек. Многолюдно тут было и во время проведения Дней Гомельской области. Внушительную делегацию Юго-Восточного региона Беларуси возглавил губернатор области Владимир Дворник. Мне хочется сказать, что, конечно, каждый из наших руководителей сегодня обеспокоен тем, что надо продавать продукцию, и этой продукции с каждым годом в Беларуси становится больше. Поэтому реализация этой продукции, наверное, одна из приоритетных задач, которые сегодня имеет каждое предприятие. И мы вот даже анализируя сегодня ситуацию, посмотрев, как идут продажи нашей продукции, и не по той цене, которую мы продаем, а сегодня она здесь продается в разы больше, и на ее огромный спрос. Это говорит о том, что, наверное, мало мы занимаемся продажей, и не можем, наверное, правильно, качественно показать нашу продукцию, чего она стоит. Познакомиться со спросом и предложениями, установить новые связи с прицелом на продолжительные деловые отношения, каждый член делегации получил конкретную пользу от участия в выставке. В 2011 году между Калинкетским районом и Капонори, Италия, было подписано соглашение о сотрудничестве. Сферы – это и культурные сферы, и социальные, и производственные. И вот сегодня мы передали еще раз приглашение для того, чтобы итальянские партнеры наши посетили наш Калинкетский регион, для более еще тесного и плодотворного сотрудничества во всех сферах народного хозяйства. Интернет сегодня значительно расширил возможности поиска, в том числе и торгово-экономических партнеров. Однако совершенно очевидно, ничто не может заменить человеческие отношения и реальные контакты. Интерес к предложениям Гомельской области проявили более 100 представителей бизнес-кругов, дипломатических миссий, административных органов власти, преимущественно из Италии. Для привлечения такого солидного количества потенциальных партнеров, серьезная предварительная работа была проделана Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. Всемирные выставки – это те мероприятия, которые не проходят спонтанно, они планируются намного заранее. Поэтому и организация таких мероприятий, безусловно, проводится намного-намного раньше, чем даже формируются делегации. Поэтому работу над тем, как мы будем формировать наши деловые круги, мы начали в начале года уже и стали прорабатывать те организации, те контакты, которые могут быть эффективны. Потому что, с одной стороны, это посещение, это представление своего имиджа, а с другой стороны, конечно, должны быть деловые переговоры. Поэтому уже в начале года, в марте, мы разослали огромное количество писем, порядка 700, на разные-разные организации. Например, только нашим итальянским торгово-промышленным палатам, нашим партнерам было разослано порядка 70 писем в каждую, кроме контактов. Прорабатывали виды деятельности, отрасли, ряд вопросов, которые могут быть интересны, как многостороннее сотрудничество. И все это, мы надеемся, сработает именно сейчас в рамках этого визита, потому что такая большая работа с таким большим количеством иностранных партнеров, она, безусловно, всегда результативна. Перспективы сотрудничества с Гомельской областью вызвали неподдельный интерес со стороны деловых кругов Италии. Об этом красноречиво говорит полный зал, в котором членам нашей делегации попросту не хватило места. На этом пленарном заседании состоялись презентации инвестиционной и экономической привлекательности Гомельской области, агропромышленного комплекса региона, а также его туристического и историко-культурного потенциала. Представители иностранных деловых кругов узнали о льготных условиях ведения бизнеса и таможенных преференциях, представленных резидентами СЭС Гомель-Ратон. Между тем, на территории области уже работают 9 предприятий с итальянским капиталом. Объем иностранных инвестиций в наш регион из Италии в прошлом году составил почти 17 миллионов долларов. По мнению бизнесменов, не первый год успешно работающих на белорусском рынке, инвестировать в экономику страны в целом, и Гомельской области в частности, выгодно. Вы знаете, любой бизнесмен вкладывает свои деньги только туда, куда, конечно, выгодно. Я с большим удовольствием вкладывал эти деньги в Белоруссию. И если, конечно, сегодняшний день должен был решить еще раз, делать это или нет, я вам скажу, что однозначно, конечно, это делаю. Я это делаю каждый день. Наши инвестиции в Белоруссию увеличиваются каждый день, действительно. Много инвесторов мы привлекаем и сделаем много мероприятий в Республике Италии, в Швейцарии, в Англии, где как раз мы стимулируем инвестиции в Республику Белоруссию. И думаем, что правильно это делать. Нужно, чтобы страна была больше и больше известна в кругу финансовых инвесторов. И показать такие хорошие коэффициенты, такие хорошие показатели, Республика Белоруссия должна это делать больше и больше. И особо, конечно, в Гомельской области. Во время встречи делегаций Гомельской области с деловыми кругами Италии прошли переговоры Владимира Дворника с представителями сицилийской компании о создании совместных предприятий по производству экологической продукции. Также были подписаны три соглашения, определяющие взаимоотношения сторон. Под одним из них о сотрудничестве между консорциумом Суэкан, агентством Солидарита и Мерката Италии и Гомельским облсполкомом свою подпись поставил губернатор нашей области. Надо отметить, первое соглашение между Итальянской республикой и Гомельской областью было подписано в 2002 году. Осенью 2014-го пять районов Гомельщины документально закрепили взаимоотношения в социально-экономической сфере и туристической отрасли с итальянским регионом Пармой. Это сотрудничество было налажено благодаря содействию благотворительного фонда «Помощь детям Чернобыля». Объединение «Помощь детям Чернобыля» за 25 лет отправило более 130 тысяч детей на оздоровление, в том числе и в Италию. И понятно, что установились очень серьезные контакты между белорусскими семьями и итальянскими семьями. Дети уже выросли за 25 лет, и итальянцы очень настроены на то, чтобы создавать здесь нашим детям рабочие места, особенно в сельской местности. Эти проекты мы начали три года назад. Есть определенная положительная динамика, заключенный ряд соглашений как о гуманитарном, так и о торгово-экономическом сотрудничестве. Наши партнеры очень были воодушевлены тем, что большая делегация Гомельской области выезжает в Милан на выставку. И понятно, что они пригласили часть нашей делегации ознакомиться с производством традиционных армянских продуктов. Это сыр и мясо, где показали все это производство. Насколько я понял, это понравилось не только итальянцам, но и главе нашей области. Судя по тому, что наш председатель область полкома пригласил в Гомельскую область для сотрудничества фермеров и производителей вот этих сыров и мяса в Гомельскую область. В Парму и направились деловым визитом представители бизнес-кругов Гомельщины на следующий день своего пребывания в Италии. Административный центр региона Эмилия Романия на протяжении долгой истории, иначе как великолепным, не называли. Город привлекает туристов прекрасными храмами и дворцами, за что и получил неофициальное название «Итальянские Афины». Члены гомельской делегации в регионе знакомились с сельским хозяйством и перерабатывающим производством. Оно здесь развивалось со времен Римской империи. Крупный рогатый скот на пенинах разводят со II века до н.э. и в промышленных масштабах производят сыр и творог. На знаменитой на весь мир пармезан и местную ветчину под названием прошутто Парму называют гастрономической столицей страны. Конечно, сельскохозяйственная отрасль здесь очень развитая, при этом она имеет еще очень хорошо сложившуюся систему работы, опыт работы и контакты. Мы работали много столетий, прежде чем появился такой авторитет, поэтому, конечно, когда говорят о Парме, все знают, что это сельскохозяйственное производство очень высокого уровня. И мы очень рассчитываем, что этот опыт можно будет передавать, и он будет очень востребован в программах взаимовыгодного сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. И, конечно, это станет новым импульсом в развитии наших отношений, итальяно-белорусских и наших регионов. Сегодня идут конкретные разговоры по экономическим вопросам, потому что в Италии очень много мелких предприятий, которые занимаются этим очень давно. Однако все они очень много работают в технологическом секторе. Это основная особенность, которая позволяет держаться на рынке. Это очень важный аспект, и темой переговоров сегодня станет, каким образом эти технологии, которые используются здесь, внедрить в наши регионы, работать. О пармезане в Италии известно по крайней мере с 13 века. Считается, что изобретателями оригинального рецепта были монахи-бенедиктинцы, нуждавшиеся в сорте сыра, пригодных для длительного хранения, что и стало причиной его популярности. Изготавливают пармезан из коровьего молока. Изначально для производства сыра использовали молоко коров обычной для этой части Италии рыжей породы. На сегодняшний день традиционная универсальная порода практически исчезла. Из 19 века пармезан изготавливают из молока коров фриской породы, завезенной сюда из Голландии. Часть молока берется цельным, а часть обезжиренным. Из свернувшейся творожной смеси формируют классические колеса массой около 45 килограммов каждая. После всех подготовительных процедур сырная голова отправляется на созревание, которое длится около года. Хранилище, где проходит этот процесс, представляет поистине потрясающее зрелище. Внушительные круги складируются на деревянных полках в 24 этажа. После истечения 12-месячного срока решение о готовности сыра принимает представитель Ассоциации сыроделов, который на слух определяет качество каждого колеса и маркирует его соответствующим образом. Чтобы продукт получил высочайшую оценку, подтвержденную знаком ДОП, требуется соблюдение строгих правил на каждом этапе производства. В первую очередь на корма коровам должна идти только трава, свежая или в виде сена. Сычужный фермент также используется исключительно натуральный. Минерализация продукта проводится раствором морской средиземноморской соли, которая к концу второго года созревания начинает кристаллизовываться, образуя небольшие белые уплотнения. Многие ценители считают, что именно в этот момент сыр приобретает особенно сложный и богатый вкус. Этот продукт является своего рода национальным достоянием. Недаром на севере Италии несколько банков даже выдают кредиты под залог сыра «Пармезан». Такой способ кредитования позволяет сыроделам избежать финансовых трудностей в период созревания сыра. Гомельчан познакомили еще с одной гордостью местных производителей – пармской ветчиной. Легенда гласит, что основателем ее массового производства стал Ганнибал. Во время триумфальной встречи полководцев Парми местные жители решили угостить его ветчиной, засоленной в деревянных бочках. С тех пор технология приготовления прошута сильно изменилась, а слава о ней давно вышла за пределы отдельного города. Традиционный рецепт пармской ветчины не допускает никаких химических улучшителей, только морскую соль. Изготавливают знаменитую ветчину на примерно 200 производствах, сконцентрированных в восточной части провинции Парма. И главным ее секретом является принцип откорма свиней. Животное питается остаточными продуктами сыровального производства. Пригодный для производства прошута окорок должен весить 12-13 килограммов. Солит мясо совсем немного, затем дают отдохнуть в холодильной камере, после чего наносят на его поверхность слой свиного жира. Это предотвращает излишнее высыхание и позволяет увеличить процесс созревания до 12-24 месяцев. К концу этого периода масса окорока должна составлять от 9,5 до 10,5 килограмм. Если вес изделия отличается от стандарта в любую сторону, качество его считается недостаточным, а стоимость снижается. Увиденное не просто впечатлило, скорее заставило задуматься, как можно трансформировать такие производства в нашу область, на наших мощностях. Ведь для этого есть и сырье, и материальная база. Технологиями и знаниями готовы поделиться итальянские партнеры. Инициативу отдельных производителей прошута приехать в Гомельскую область уже осенью этого года с удовольствием поддержал глава нашего региона. Интерес к продолжению деловых контактов не скрывают и итальянские представители местной власти. Конечно, мы имеем очень богатый опыт в этой сфере, причем опыт многолетний и даже многостолетний, если говорить дословно. И я прекрасно знаю о том, что у нас очень много свободных площадей, на вам не хватает технологий. И мы с удовольствием готовы делиться и работать в этом направлении. Познавательная деловая часть визита плавно переросла в официальную. Представители Гомельщины гостеприимно приняли в мэрии города и провинции Парма. В ходе встречи прозвучали слова благодарности от губернатора Гомельской области Владимира Дворника за помощь, которую оказали власти общественные объединения жителей Италии после Чернобыльской катастрофы. Мы очень благодарны итальянскому народу за ту помощь, которая была оказана после катастрофы на Чернобыльской области. За что мы вам очень благодарны. Финальной точкой официальной встречи в Парме стало подписание соглашения между провинцией Парма и Гомельским облсполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Поэтому я думаю, что сегодня хороший урок для всех нас. Мы все это увидели. И самое главное, руководители увидели вместе со мной. Поэтому я думаю, что успех будет. И вы видели, наверное, какой интерес у бизнеса Италии к нашей области и к тем товарам, которые мы сегодня представляли. Поэтому есть у нас будущее. У меня появилась такая хорошая жилка или настроение, что надо идти дальше. А отношение к Беларуси еще раз доказано, что очень хорошее. За ее парадочность, за ее стабильность, за ее доброжелательность. Поэтому, конечно, все это благодаря главе государства, который сегодня лично старается удержать то, что имеет Беларусь, и приумножить. И такое же отношение в Европе к нашей республике. Поэтому приятно сегодня здесь присутствовать и видеть добрые, красивые, улыбчивые лица белорусу. К сожалению, не все, что увидели гомельчане на опенинах, можно воплотить на белорусской земле. Но полезные уроки получены, и спрос за выполнение поручений будет особый. А время покажет, насколько удалось закрепить деловые отношения и воплотить в жизнь опыт, полученный в ходе посещения Итальянской республики. Редактор субтитров А.Семкин